Коррупционные маневры. Очередное видео с участием полицейского стало поводом для служебного расследования. В Кустанайе стражи порядка выясняют, что за странную сцену заснял и выложил в интернет случайный очевидец. На нем водитель кроссовера крадется к автомобилю дорожного полицейского и что-то оставляет под передним сидением. При этом страж порядка старательно его не замечает. Нина Шапо расскажет подробнее. Это видео снято на одной из Кустанайских улиц. Как рассказал автор, он такую картину наблюдал из окна своей квартиры. Полицейский стоит, отвернувшись от служебного авто. Он смотрит на проезжающую машину, а в этот момент за его спиной крадется неизвестный мужчина. Страж порядка его старательно не замечает. Мужчина подкрадывается к патрульной машине, открывает и, судя по всему, кладет что-то в салон, а потом убегает. Автор видео делает предположение. Денежку положил и побежал. Пользователи социальных сетей поддержали автора. Другое объяснение поведению полицейского не нашлось. Солидарен с расхожей версией и активист-общественник Руслан Лазута. Он уверяет, что за годы своей активистской работы наслушался от автовладельцев истории о том, как правильно надо давать взятку. Самый обычный способ – это ложить взятку под коврик, если такого имеется, под ноги которой коврик. Это между седлушкой и бардачком. А вот в ДВД Кустанайской области просят казахстанцев не делать преждевременных выводов. Полицейские получили это видео даже чуть раньше по мессенджеру WhatsApp и уже начали служебное расследование. Личность сотрудника установлена. Осталось найти крадущегося человека – водителя кроссовера. Пока рано делать какие-то выводы, в ходе служебного расследования уже конкретно выяснится обстоятельство и сам факт какого-либо правонарушения. На видео отчетливо видно, что гражданин подошел, открыл дверь служебного транспорта и рукой шарил под сиденьем. А что он там брал оттуда, либо ложил, мы выводы пока сделать не можем. По словам стражей порядка, в случае доказательства факта коррупции они начнут уголовное дело. Достанется и полицейским, получившим взятку, и водителю, который ее дал. Если же окажется, что это все-таки не мздоимство, инспектора пусть и не уволят, но накажут. Хотя бы за то, что он по своей невнимательности допустил проникновение постороннего человека в служебное авто. Нина Шаполь, Людмила Батюшкина, Евгений Баюрчук, Информбюро, Костанай.